Здравствуйте! Мир полон ярких красок. И, пожалуй, такие же яркие краски, какие создает природа, создает только маленький ребенок. Сегодня мы в гостях у Валерии Куниной, которая создает под детским рисунком игрушки. Здравствуйте, Валерия! Здравствуйте! Начнем с рисунков. Чьи это рисунки? Рисунки рисовала я. В детстве? Да, мне было лет 7. Необыкновенные яркие краски, которые не потускнели за эти годы, и они дают вам полет фантазии на создание вот таких вот игрушек. Дорогие родители, храните рисунки ваших детей. Возможно, впоследствии у них появится вот такое вот замечательное увлечение. Валерия, вот расскажите, пожалуйста, что это, кто это? Может быть, это какой-то мультяшный герой или это просто плод вашей детской фантазии? Это у меня кот. Зовут его Янтарик Морковкин в честь нашего кота. Он у нас появился позже, но видеоматериализовался. Как вы его создавали? То есть вы взяли рисунок и визуально или как-то обводили этого самого кота? Да, сначала долго его рассматривала, думала, как все это спроектировать. Передать настроение. Да, передать настроение. Вот, потом я его нарисовала. Вот, потом сделала выкройки, подобрала все и методом проб. Методом проб. А вот еще интересный один экземпляр. Это петух. Расскажите один тоже. Да, это жар-птица. Ах, это жар-птица. Боже мой, у меня не хватает фантазии, как у всех взрослых. Вот. Ну, в общем-то, все то же самое. Посмотрела, было немножко сложнее, но со второй игрушкой. Это у меня первая игрушка, это вторая. То есть опыт нарабатывается. То есть уже посложнее была работа. Расскажите, пожалуйста, что мы будем делать сегодня. И давайте уже начинать творить. Так, сегодня вот у нас у кота есть три бабочки. Вот одна у меня уже готова. Вот, осталось сделать еще две. Вот. Ну, мы выбрали такую. Оранжевая с красным крылышком. И голубенькая. Да. Сейчас будем ее рисовать. Давайте. Мы стараемся скопировать детские рисунки. Да. Можно точнее. Из рамочки. Потому что отсвечивает. То есть какие-то неровности в крыльях, что-то, да, может быть, не совсем округлое. Это все как раз и есть, вот передает вот это вот детское настроение, да, детскую руку. То есть вы это все соблюдаете? Ну, стараюсь. Так, то еще у нас голова получится объемная вот такие. Мы их набьем синтепоном. А крылышки у нас получатся в один слой. Материал у меня флиз. Набивать ничего не будем. Они будут такие как раз для маленькой игрушки, да, что... Легкие. Легкие, хорошо. Вот. Крылышки мы оставляем для выкройки. Вот. А туловище и голову можно сделать немножко побольше, потому что мы ее будем набивать. И за счет того, что мы будем ее сшивать, она может уменьшиться. Да. Вот так вот примерно. Осталось выстричь? Да. Итак, у нас готовы все... Да, вся выкройка. Так, все выкройки готовы. Да. Теперь переносим на ткань. Все правильно, да. Так, берем, начнем сначала с головы и туловища. Смотрим, куда тянется ткань. Ну, в общем, у христа она и так, и так хорошо тянется, но все же вот так вот раскладываем. Самое главное, что ткань не сыплется, очень удобно работает. Да, ткань не сыплется, вот, берем. Детальки нужно нам две такие. Так, голова готова. Так, можно вырезать сразу крылышки. Одна у нас оранжевая крылышка. Вот у крылышка нужно будет припуск вставлять, чтобы его пришивать удобно. То есть немножко побольше, да? Так, одно готово. А остальные будут другого цвета? Да, другого цвета. Другого? Красного? Да, возьмем малиновый и красный. Итак, у нас готовы все детали. Сшиваем? Да, сшиваем. Давайте. Начнем с головы и туловища. Голову мы потом будем набивать. Да, набьем синтепоном ее. Сейчас прошьем вручную, а так на машинке все это пришиваем. Можно на машинке? Просто иголкой назад так вот пришли. Итак, детали сшиты. Теперь мы их должны вывернуть. Теперь мы будем набивать. Важно ли, чем мы набиваем? Ну, мы будем набивать синтепоном. Для таких маленьких игрушек, да, не особо, как бы, разница почувствуется. А чем еще набивают? Можно холофайбером, синтепоном. Угу. Вот. Синтепухом. Все, красные есть наполнители. Готово. И туловище. Можно чуть-чуть поплотнее еще сделать. Туловище поплотнее, да, сделать, чтобы крылышки хорошо пришивались. Голову мы дошили, эту ниточку мы не обрезаем, оставляем и сразу пришиваем ее к туловищу. Нужно как можно глубже зацепиться там иголкой синтепоне, чтобы голова у нас так не болталась. Валерия, а почему мы не вшили крылышки? Вот что интересно. А будем пришивать их каким-то особым способом? Да, мы просто их в объемах, и будет незаметно. Вот, одно крылышко мы пришили. Угу. Вот. Даже вот при таких неровностях в ручной работе флис тем удобнее, что можно вот так вот взять иголочкой, ну, как бы закрыть все. Вот, что ты. Чуть-чуть растрепать сам флис. Да. Итак, готово. Угу. Четвертая крылышко дошили. Так. Вот, осталось у нас усики сделать. Угу. А усики из чего? Вот у нас есть такая проволочка. Проволочка? Да, вот я использую. Ну что же, вот такая вот чудесная бабочка у нас получилась. Спасибо огромное, Валерия. Здорово, что у вас сохранились детские рисунки. Ну, а если у кого-то рисунки не сохранились, обратитесь к своим детям. Они дорисуют вам таких же веселых, озорных, красивых зверят, которые можно будет вот так же воплотить в материале. Субтитры подогнал «Симон»!